В эфире Актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях руководитель Якутского отделения Государственной инспекции по маломерным судам Александр Орлов. Александр Юрьевич, я вас приветствую. Добрый день. Александр Юрьевич, в первую очередь я хочу поздравить вас с праздником, сегодня день гражданской обороны. Спасибо. Терпения вам в вашей работе, успехов. И сразу к делу завершается навигация для маломерных судов. В некоторых районах судоходная кампания уже завершилась. Как в целом прошла навигация? Навигацию как в целом ее оценивать сложно, потому что в разном уровне она своеобразная. Допустим, если брать город Якутск, это насыщенный город, насыщенный судоводителями, лодками, случаями всем-всем-всем насыщенный. Если брать отдельные отдаленные северные участки, то получается там навигация менее такая активная, как казалось бы. Судов намного меньше, активности меньше, поэтому общее позиционирование, конечно, хорошее. Потому что люди довольны, навигация прекрасна, и слава богу, что плохих и происшествий у нас было мало в этом году. Это основное может быть. В этом году все выступили новые правила по регистрации маломерных судов. Насколько судоводительцы применяют эти правила? Очень хорошо люди отнеслись с пониманием. Конечно, бывали и курьезные случаи, потому что самое большое нововведение, которое было введено, именно конкретно, которое мешало судоводителям, это увеличение цифр, знаков, нанесения бортовых номеров. Если они раньше составляли 7 знаков, сейчас они превышают 11. И возникали вопросы, куда именно рисовать такой большой объем. Буквы довольно большие, отсюда у нас бывают маленькие, разные конструкции, как большие, так и малые. Куда наносить данные номера? Вот это самое, наверное, затруднительное, что было. А так в целом все прекрасно, люди были довольны, некоторые с вопросом интересовались, встречали нововведения. Такого сильного ничего не было. Вы своего рода ГАИ на воде. Расскажите, пожалуйста, о нарушителях, которых вам приходится, так сказать, ловить, о каких-то случаях, может быть, именно ярких в этом году. Нас очень часто сравнивают с гаишниками, извиняюсь, с сотрудниками ГИБДД. Но на самом деле есть очень большой и сильный фактор, в чем разница. Потому что если мы берем машину, человек ехал, 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 ему что-то не понравилось. Он остановился, вышел, хлопнул дверью и пошел. На реке же это сделать практически невозможно. Когда человек или судоводитель садится в лодку и уже отправляется по реке Лени, либо по любому озеру, любому водному объекту, он наедине с природой, если он один. Это уже большой риск, большая вероятность, поэтому просто остановиться и выйти нельзя. А случаев, случаев довольно много, как и курьезных, так и смешных. Смешных больше случаев, потому что люди у нас, по идее, сообщество лодочников, грубо говоря, или судоводителей, оно небольшое. Люди практически друг друга знают, общаются между другом, делятся новостями, помогают, что самое главное. Ну, довольно какой-то конкретный случай. Вы даже сказали, там смешные, может быть. Ну, есть, конечно. Там в плане, допустим, рейдах, совместные мероприятия проводятся. Бывало такое, что останавливаешь лодку, там человек с открытыми глазами, там проверяешь у него документы, элементарные на наличие, допустим, технического свидетельства, несудового, мирового. Он говорит, я его никогда не проводил в жизни. Как? У вас судовой билет, уже сколько там? Вы 10 лет издете? Он говорит, ну, получается так, что 10 лет меня ни разу не остановили. И такие случаи бывают даже в таком густонаселенном, как город Якутск, где довольно приличный госинспекторов, которые патрулируют, и бывают такие случаи, что человека ни разу не остановили. А с чем это может быть связано? С тем, что плохо работают инспекторы или... Нет, инспектор у нас хорошо работает, скажем. Покрытие реки от Абагинска до Конголазского мыса и за пределами нашего участка, он довольно большой. Инспекторов видели все и каждый. Все их знают, всех на слуху, поэтому именно вот этому человеку, которого мы остановили, ему повезло. Даже с нами, которые были люди, совместное патрулирование я забыла, они были очень сильно удивлены, что такие люди еще бывают. Что остались люди, которые никогда не видели инспекторов вообще вживую. Только вот слышали о них. Как о чем-то мифическом, грубо говоря. Случаев много. А бывали ли такие случаи, когда сами инспекторы превышали полномочия и тем самым нарушали закон, приступали и так далее? Какие-то примеры есть? Ну, любой инспектор, он все-таки не робот, это человек. Бывает, что эмоции берут верх на человека. Но конкретных случаев, когда инспектор грубил, либо хамил судоводельца, таких за моей практикой 12 лет, наверное, не было. Почему? Потому что у нас в первую очередь позиционирование идет на оказание помощи человеку. Вот мы, если останавливаем лодку, мы ее осматриваем, съявим какое-то нарушение, мы сначала предупреждаем, чтобы человек устранил, напутствие даем. Если человек уже не понимает, человек категорически против, он, грубо говоря... Сколько предупреждений может быть таких? Одно предупреждение. А за... Нет, можно сделать устное, а потом можно сделать письменное предупреждение, а потом уже ставить административный материал. Какие штрафы предусмотрены? Тут зависит от нарушения. У нас зона покрытия большая, тем более... Чаще всего, давайте так, чаще всего какие нарушения вы являете, допустим, в городе Якутске? В городе Якутске, если брать, прошлый год возьму, самое частое нарушение было это статья 11.10 КАП РФ. Это не обеспечение безопасности пассажиров в путь исследования. Туда входит что? И то, что судоводители берут на борт пассажиров, они вместе едут, он их не обеспечивает элементарными спасательными жилетами. Бывают такие дикие, довольно, случаи, что отец с женой и муж с женой едут, с ними двое детей, и на детях одеты большие спасательные жилеты. Но взрослого человека, тут, соответственно, если ребенка просто кинуть в воду, он с этого жилета выпрыгнет. Ну и вот мы останавливаем, тут уже без предупреждения человек оставляется административный материал, потому что это глубейшее нарушение. В первую очередь, должны заботиться о детях, о подрастающем поколении, о пассажировах, а не о том, чтобы, ай, лишь бы не трогали нас, вот жилеты есть, все. Так что, ну, случаев много, довольно. Ну, случаев много, и, к сожалению, и серьезных случаев. Давайте вспомним в этом году какие-то серьезные моменты. Были у нас, да, у нас и на 202 микроавене, казалось бы, городской пляж, и по наблюдениям все равно тонут люди, да, и по республике очень много тонут людей. И лодка, вот, у нас известный случай, который произошел в Нанце, где утонула лодка, перевернулась лодка, и погибли люди. Тут, опять же, каждая ситуация, она по-своему очень индивидуальна, и относиться к ней тяжело. Если брать Нанце, случай, да, то там очень много было попутных явлений. Это ветер, это темное время суток уже было установлено, да, и сама растерянность, может быть, не координация действий. Тут, говорю, ситуации бывают разные. Бывают такие, что человек тонет прямо на глазах у других людей. Вот у нас в этом году был случай, как сейчас помню, мы патрулировали 202 микроавен, и у нас 4 пловца на спор хотели с одного берега на другой переплыть. И вот, доплывая до берега метров 20, один из них начал тонуть. Трое, понимая, что они уже сами бесили, они уже к нему не поплыли. Они поплыли к берегу, потому что они сами боялись утонуть. А мы мимо поплывали, ну, подошли, человека подняли на борт, глаза по 5 копеек, спасибо, спасибо, спасибо. Я говорю, зачем? Он говорит, мы поспорили. Вот дело спора. И вот из людей это не выбить. Халатное отношение к собственной жизни. Да. То, чтобы каждый думает, что с ним этого не может произойти. Ну, с ним, да, но со мной нет, я же, я пловец, я умею. Вот это самое плохое, потому что человек никогда не думает, что может быть. Мы в основном думаем, что как оно вот мимо меня пройдет. На самом деле это, каждого может коснуться любое происшествие. То есть, а вот происшествия с витальными исходами, они имеют место быть. То есть, и чаще всего это, есть виновные или это несчастные случаи? В самом большом, если брать конкретно по людям, которые у нас стонут, да, это, наверное, 80% это состояние алкогольного опьянения. Люди отдыхают на воде, потому что человек у нас находит на воду, это река, это водоем. Почему, не знаю почему, но сразу начинают там употреблять, да, алкогольные выпивки. В состоянии алкогольного опьянения за штурвал садиться категорически нельзя? Это естественно нельзя, потому что человек за штурвалом, тем более, если он выпивший, это все, это преступник. Он не то, чтобы он уже совершает преступление в плане того, что переводит пассажиров, он может уснуть. Потому что у нас пьяный человек, это уже было установлено, они вылетают на мель, они врезаются в другие суда, в берег врезаются, бывает, засыпают за рулем. У человека это, что у нас, как правильно, по катушке выпившего человека начинается поздно ночью, там, в сумерках, и все, это вот. Если пьяный за рулем, все, жди беды. Скажите, а как вы взаимодействуете с оперативными службами в своей работе? Очень хорошо, у нас очень хорошо налаженный контакт с, можно сказать, со всеми службами, это такими как Росраболовство, природоохрана, Росгвардия, ОМОН, транспортная полиция, Госморреченадзор. Я перечислять их могу долго, даже с ПДН. ПДН нам в этом году летом помогал, когда мы инспектируем городской пляж, ходим, видим дети без родителей, соответственно, на них уже нужно воздействие. Ну, ребенок есть ребенок, ему нужен определенный подход. И вот в этом плане нам помогают сотрудники ПДН. Они общаются, они разговаривают с детьми, доносят то, что нельзя выходить на реку одним, надо предубеждать родителей, почему они находятся, почему без полотенца элементарного на воде. Так что и совместные рейды у нас патрулирования есть, и хорошие показатели, потому что даже когда останавливаешь лодку, у тебя в своей же лодке сидит сотрудник ОМОН, увесистый мужчина с автоматом на плече, это уже как-то человека более-менее приструняет, и помогает, хорошо помогает, что люди бывают разные, попадаются неадекватные люди. Что с такими делаете? Разговариваем, все на уровне разговоров. Бывало, что в драку бросались, но инспекторы у нас никогда, конечно, не били, потому что нельзя, не то чтобы нельзя, не положено, не принято это. Все на уровне разговоров и убеждений. Объясняем человеку, что нельзя так делать. Вот сейчас наступает период, такой сложный еще навигация не завершилась, холодно и так далее. Какие пожелания будут и судовладельцам, какие правила предосторожности нужно соблюдать, и гражданам, которые пользуются услугами? Сейчас, да, самый такой период, у нас уже 90% лодочных станций закрылись, которые были по городу Якутску, и сейчас люди начинают вытаскивать потихоньку свои суда, которые еще остались на лодочной станции. А некоторые еще пытаются попасть на последнюю охоту, на последнюю рыбалку, и тут, конечно, есть свои минусы. Во-первых, это обледенение лодки самой. Когда лодка сейчас у нас по реке идет, на улице не носовая температура, на лодке, на бортах может образовываться такая ледяная каемка. И когда человек пытается выйти из лодки, судовладелец либо пассажир может подскользнуться и упасть в воду. Соответственно, всегда надо будет помнить, что в первую очередь в этот период я категорически не рекомендую ездить. Почему? Потому что это опасно. Это, во-первых, очень холодная вода, это великий риск обморожения. Даже если вы в спасательном жилете попадете в воду, то у вас в такой воде будет минут 12, наверное, чтобы добраться до теплого места, либо доплыть до берега, потому что риск обморожения очень велик. Там 12-15 минут около такого, в зависимости от телосложения человека. И само путешествие на лодке в этот период, ну, оно ни к чему. Походится, порыбачится, ну, надо было успевать летом, либо подождите уже какие-то зимы, когда уже река встанет, и уже можно будет путешествовать на той же машине. А в этот период, ну, нет. Потому что бывает и потерявшийся, и мотор отказывает в такую температуру, не может работать, не привыкший к нашему железу. Благодарю вас за беседу. Наше эфирное время заканчивается. Я напоминаю нашим зрителям, руководителям Икутского отделения, Государственной инспекции Маломирных Стофов был у нас в гостях. Всего доброго.